У меня есть для вас вопрос. На что бы вы потратили 5 миллиардов долларов? На машину? Яхту и огромный замок? Напишите в комментариях, не стесняйтесь. Окей, но что бы вы купили, живя в 19 веке? Стало сложнее, правда? Но тут дело в другом. Как добыть эти 5 миллиардов? В октябре 1822 года Грегор МакГрегор, принц государства Паяис, настоящего рая на Земле, заявил, что готов поделиться его богатствами с каждым в обмен на небольшую сумму. От желающих отправиться через океан за лучшей жизнью не было отбоя. Вот только есть одно «но». Этой территории никогда не существовало. Скорее всего, вы никогда не слышали о территории под названием Паяис. Этот край немного больше Уэльса, якобы был таким плодородным, что давал 3 урожая кукурузы в год. Местная вода могла утолить любую жажду, а на дне ручьев и рек при этом можно было обнаружить золотые самородки. Здесь росли фрукты, водилась дичь, короче, райское местечко. Единственное, чего не хватало этому невероятному государству, инвесторов и поселенцев, которые смогут пользоваться его ресурсами. Кто бы отказался от такого предложения, особенно в 19 веке? Правда, плыть нужно было из Шотландии в Центральную Америку, но ради райского уголка можно было смириться с долгим путешествием. Бывший военный Грегор Макгрегор развернул целую рекламную кампанию своей страны, давал интервью, сочинял песни и даже советовал всем прочитать довольно объемный путеводитель по Паяйсу, который составил уважаемый Томас Стрэнджуэйс. Само собой, такого человека тоже не существовало, а путеводитель написал Макгрегор, но это было уже неважно. Желающих оказалось так много, что их вложения в сумме принесли Макгрегору 4,8 миллиарда долларов, если пересчитать на современные деньги. Огромная сумма. Но когда первые 250 колонистов прибыли на место, их ждало ничего. То есть буквально, потому что Паяйс существовал только в богатой фантазии Макгрегора. На самом деле он заманил инвесторов и поселенцев в пустынную часть Гондураса, и вскоре люди начали гибнуть. Выжили меньше 50 человек, их спасло проходившее мимо судно, а британскому флоту потом пришлось отлавливать остальные корабли экспедиции и возвращать их на полпути к побережью Паяйса. Ну а что же Макгрегор? Он сбежал во Францию, где снова начал рекламировать выдуманную страну. И снова нашел свою публику! Да этот парень реально верил в успех! Хорошо, что власти Франции вовремя заподозрили неладное. Но Макгрегора это не остановило. В итоге он вообще уехал в Венесуэлу, получил гражданство, чин генерала и стал очень уважаемым членом общества. И никто ничего не сказал. С тех пор прошло уже 200 лет. Но предприимчивые люди продолжают придумывать самые разные схемы, чтобы заработать деньги. И при этом обойти закон, само собой. Еще в 2015 году контрабандисты пытались провести через границу большую партию сигарет, спрятав их внутри деревьев. Деревьев, черт возьми! Стволы были полыми и заполненными пачками сигарет, а их края замаскированы так, чтобы никто не заметил. Но пограничники все равно заподозрили неладное. В общей сложности они обнаружили 25 тысяч пачек сигарет, спрятанных в 27 тоннах древесины, где 55 стволов деревьев оказались поддельными. И знаете, это гениально. Это очень плохо. Нельзя так делать. Но это все-таки по-своему гениально. Надо же было изобрести такую схему. И тут я подумал, а как так получается, что очень умные люди, которые могли бы добиться успеха в самых разных областях, выбирают путь криминала. Почему человек, способный, не знаю, построить корабль и отправить человечество на Марс, ворует из магазина батончики? Оказывается, у этого есть научное объяснение. Во всяком случае, Стив нашел одну гипотезу. Если верить ей, то у людей со слишком высоким IQ лобные доли просто не справляются с таким напором, ну, можно сказать, гениальности. А с учетом того, что эти же участки мозга помогают людям управлять своими импульсами и принимать решения, высокий интеллект приводит к преступлениям. Мозга просто не хватает на все сразу. Но преступники бывают разные. Кто-то претендует на звание гения криминального мира, потому что просто не может справиться со своим интеллектом. А кто-то... Ну, кто-то надевает на голову сумку. В 2015 году Кристофер Бэтмен решил ограбить гостиницу во время ежегодного фестиваля и даже придумал, как спрятаться от камер наблюдения. Захватил с собой сумку. Правда, он как-то не сообразил, что в такой маске неплохо было бы проделать отверстие для глаз. А потом и вовсе снял сумку с головы, причем прямо под камерой. Само собой его нашли. Окей, окей, сегодня мы говорим о гениальных преступных схемах, так что оставим парня с сумкой и перенесемся в Париж 1925 года. Именно тогда Виктор Люстик прочел в газете статью о том, как дорого и сложно обслуживать Эйфелеву башню, и решил использовать эту информацию в своих целях. Он нашел не слишком умного бизнесмена Андреа Пуассона и убедил его, что является чиновником, который может за крупную взятку продать Эйфелеву башню. Ну да, ни капли не подозрительно. Пасон решил, что это отличная сделка, и передал Люстику и деньги за башню, и эту самую взятку. А когда понял, что его обманули, было уже поздно. Мошенник бежал в Австрию. Впрочем, бизнесмену было слишком стыдно, чтобы заявлять в полицию. И тогда Люстик вернулся в Париж, чтобы продать башню еще раз. Вау! Второй раз схема все-таки не сработала, поэтому мошенник бежал в США. Но и там он не сидел, сложа руки, а вышел на знаменитого Аль Капоне, чтобы обмануть и его. Чувствуете, какой это был риск? Но Люстик знал, что делает. Он попросил гангстера вложить 50 тысяч долларов в мошенническую схему, а затем два месяца держал данные ему деньги в сейфе, прежде чем вернуть их. Люстик пояснил, что сделка якобы сорвалась, и у Капоне сложилось впечатление, что он имеет дело с честным человеком. Оставался только финальный штрих. Люстик пожаловался, что из-за срыва сделки остался без средств к существованию, и убедил знаменитого преступника дать ему 5 тысяч долларов. И да, обманывать людей — это в любом случае плохо, но этот парень провернул аферу с Аль Капоне и остался жив. На самом деле, остаться в живых, когда проворачиваешь гениальное преступление, бывает так же сложно, как не попасться полиции, даже без участия гангстеров. Но существовал человек, который сумел уйти от правосудия даже после угона самолета. Дэн Купер, хотя это, конечно, не было его настоящим именем, угнал Boeing 727 в воздушном пространстве Соединенных Штатов 24 ноября 1971 года. Угонщик требовал выкуп в размере 200 тысяч долларов, то есть примерно 1 миллиона 278 тысяч долларов сегодня. А когда деньги собрали, он отпустил пассажиров и приказал пилотам доставить его в штат Невада. Но на половине пути преступник забрал всю сумму и прыгнул с парашютом. И исчез. ФБР вело активное расследование в течение 45 лет после захвата самолета. Но не удалось установить даже настоящую личность угонщика. Преступление остается единственным нераскрытым случаем воздушного пиратства в истории. И надо сказать, это был довольно эффектный способ избежать правосудия. Я никогда не слышал о чем-то подобном. Хотя в средние века и раньше существовал другой вариант, который почему-то мне очень нравится. Нравится сама идея, до которой додумались люди. Она называлась правом убежища. Церкви, монастыри и принадлежащие им территории считались священным местом, где укрыться мог любой, ну или почти любой человек, и его не имели права выдавать властям. Разве что с условием, что преступника не казнят. Нарушение права убежища считалось страшным поступком и всячески осуждалось церковью. Сами понимаете, в средние века такое не вело ни к чему хорошему. В принципе, понятно, почему право убежища вообще изобрели. Самолетов-то тогда не было. И вы, наверное, успели подумать, что это видео получается каким-то странным. До сих пор не было ни одного животного. Но они тоже бывают замешаны в преступных схемах. Причем я говорю не о какой-нибудь незаконной продаже. Так, заключенные в тюрьме города Араперака обучили кошку приносить на территорию мобильные телефоны и инструменты для рытья туннелей. Кошку? Как она вообще не ушла куда-нибудь по своим делам? Правда, в итоге кошку задержали, когда она входила в ворота тюрьмы, а все инструменты изъяли. Другой пример — голуби, которых использовали для контрабанды мобильных телефонов. И дело, кстати, тоже было в Бразилии. Птицы были выращены внутри тюрьмы и незаметно вывезены оттуда. Только для того, чтобы в будущем давать им части мобильных телефонов и отпускать. Голуби устроены таким образом, что всегда летят домой, и им вообще не важно, что при этом приходится нести. Только как в такой ситуации можно определить, кому принадлежит животное? Оно же не даст показания, на допросе его не расколешь. Или какую-то информацию все-таки можно получить? За последние годы волосы, кровь, слюна и другие биологические жидкости собак, кошек и птиц помогли раскрыть несколько преступлений в США и Канаде. Например, кошачья шерсть, которая прямо указала на то, что преступник был в доме своей жертвы. Или какаду, который поранил убийцу и заставил оставить следы ДНК на выключателе. Пожалуй, если проводить такое расследование, то можно выяснить, кому из заключенных бразильской тюрьмы принадлежала та кошка-взломщик. Вот только это 263 человека. Короче, я сомневаюсь, что кто-то станет возиться со всем этим. Кстати, пока Стив искал информацию о преступлениях, ДНК животных и прочих подобных вещах, он наткнулся на информацию о подслушивающих устройствах. В тараканах! За всю историю такие жучки устанавливали на кошках, кролике, морской свинке, крысе, мыши, еноте, белках. Но тараканы меня просто добили. Только представьте, какой-нибудь абсолютно гениальный преступник разрабатывает свой план в сверхсекретном месте, в бункере, уверенный, что его никто и никогда не подслушает, а в это время в углу сидит таракан и передает все данные полиции. Если вам кажется, что это какой-то бред в духе шпионских фильмов, то как насчет мафиози, пойманного благодаря... гугл-картам? Босс итальянской мафии, который десятилетиями находился в бегах, был арестован после того, как его заметили на гугл-картах. Мафиози опознали по шраму на подбородке, после нашли в Фейсбуке ресторан, где он трудился шеф-поваром, а затем арестовали. Сообщается, что преступник был очень удивлен и спросил, «Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье в течение 10 лет». А как насчет поимки преступников с помощью Покемон Гоу? Звучит абсурдно. Ну какой нарушитель закона поведется на редкого Покемона в участке? Да быть такого не может. Но сразу в нескольких городах полицейские разместили соответствующие сообщения в соцсетях, и как минимум один преступник был арестован, потому что приехал в участок, играя в Покемон Гоу. Тех, как говорится, это не глупо, если это работает. Вообще, по сравнению с такими методами поимки преступников, сайты знакомств уже кажутся чем-то олдскульным. Тем не менее, они до сих пор используются полицией. В 2013 году полицейские создали женский аккаунт на сайте OKCupid, чтобы переписываться с разыскиваемым преступником. Затем уговорили его на свидание вслепую. Только вместо девушки в красной юбке навстречу пришли офицеры. Ну, никогда нельзя быть на все 100% уверенным в том, с кем именно общаешься в интернете. Ладно, чего это я. Преступники освоили современные технологии ничуть не хуже полицейских. Может быть даже лучше, в конце концов у них же нет другой работы. Так они научились использовать скрытый майнинг криптовалют. Ты скачиваешь программу или просто заходишь на какой-то сайт и незаметно для себя предоставляешь компьютер мошенникам. А они используют его для заработка. Так что, если ваш комп начал вести себя странно, это повод задуматься. До скорого!